приветствую всех на нашем канале наконец мы сняли комнату в стамбуле не комнату квартиру апартаменты очень рады но давайте же сейчас начнем с самого начала в конце видео я уже расскажу все подробности об этой квартире и о том как мы ее снимали смотрим так выглядит улица на которой расположена квартира это вот вокруг дома высотки не совсем высотки но многоэтажные вход же в дом выглядит вот так дверь закрывается от двери ключи вот дом тоже высокий мы сейчас зайдем внутрь посмотреть как внутри здесь сразу при входе расположены счетчики на электричество там зеркало ну и идут уже лесенки на подъем квартира у нас на втором этаже везде стоят датчики движения на включение света ступеньки достаточно такие крутоватые я бы сказала и так вот искомая наша квартира на площадке на лестничной расположен о это свет гаснет фотореле стоит так на площадке расположены две квартиры здесь же газовые счетчики от котла так как это включается так ниже вот здесь стоит сейчас покажу счетчики на воду но и выше уже идут выше идет лесенка дальше так пойдем в квартиру сразу заходим здесь гарнитур небольшой прихожая и сейчас я разуюсь так и дальше зал большая комната здесь у нас есть сушилка для белья пылесос так телевизор часы выход на балкон окно довольно таки большое светлое в квартире газовое отопление так здесь еще один выход на балкон такая светлая комната два дивана стол в общем-то в квартире тепло газ газовый котел находится на балконе балкон не сильно широкий рядом у нас опять мечеть так что скучать не будем котел вот в этом шкафу находится сейчас открою вот он все показания отдельно на батареи отдельно на горячую воду так вот такой вид тут у нас с балкона открывается снизу магазины рядом магазин шок рядом есть магазин бим все что нужно так ну пойдем дальше осматривать до стены не обои стены окрашены так современно цвет красивый такой приятный бежевый так значит следующим объектом афу нашего осмотра это баня или ванная комната здесь есть сушилка для белья душ унитаз раковина шкафчики пока все пусто так и стиральная машина так и рядышком здесь у нас кухня кухонька так небольшая но в принципе все есть рукомойник газовая плита шкафы посуда тоже есть вид из окна глухая стена ну в принципе смотреть особо некуда так ну и плита все подключено к газу и холодильник так ну и дальше еще одна комнатка это спальня тут все место занимает большая двухспальная кровать ну в принципе спальня для того и нужно чтобы здесь спать и больше в принципе ничего и не надо небольшая тумбочка вид из окна тоже глухая стена здесь справа это как раз кухонное окно вот модные шторы жалюзи и вот светильник ну вот в общем такая вот квартира ну а теперь самое интересное как нашли и за сколько сняли нашли мы ее как обычно на сайте сахибинден смотрели и другие там пару сайтов airbnb и еще какое-то название не записал поэтому не помню не скажу там ничего подходящего мы не нашли только вот сайт сахибинден самый такой подходящий цены квартир сдается много судя по гугл карте показывает квартир на для аренды очень много начинается где-то примерно от пяти тысяч от пяти до шести с половиной в основном идут это либо студии либо комната в какой-то квартире сдается на одного человека либо это койко место либо квартира где-то в подвальном помещении так что от пяти до шести с половиной тысяч это примерно такие вот квартиры но нас такой вариант жилья не устраивал то поставили сумму в фильтрах побольше уже от шести до восьми тысяч и вот нам выдал достаточно большой список квартир мы уже смотрели приблизительно чтобы не очень далеко от так сказать того места где мы снимаем гостиницу где здесь более такие места получше есть что посмотреть транспортное сообщение более удобное вот ну и квартира оказалась не так далеко от гостиницы в которой мы проживали от отеля по названию фермы мы нашли адрес где расположена это агентство недвижимости которое сдает квартиру ну и пешочком отправились туда в это агентство когда мы зашли у нас сразу спросили насколько же мы хотим снять квартиру ну я сказала что где-то 4-5 месяцев на сайте стояла цена 8 тысяч в месяц ну нам сразу говорят 11 тысяч лир за месяц ну мы говорим как же так у вас на сайте стоит цена 8 тысяч почему предлагаете 11 с нами разговаривали на русском языке так немножко где-то какие-то слова человек не знал так сказать но мы с ним друг другу понимали где-то на турецком где-то на русском языке в общем общались нормально ну и в итоге он нам сказал что если по 8 тысяч то квартиру надо снимать на год ну а так 11 ну и тут пошел у нас процесс торговли торговались мы с ними где-то минут наверное 20 но все-таки сбили цену цену сбили хорошо остановились на 8 с половиной тысяч пошли посмотрели квартиру и нас все устроило и сама квартира и то что в ней находится и все принадлежности кухонные бытовые все в квартире есть оставили залог 8 с половиной тысяч контракт еще не подписали оставили только залог получили расписку о том что с нас взяли залог и что уже квартиру эту никому не отдадут спокойно отправились в отель и на следующий день уже вместе с работником этого агентства пришли еще раз осмотрели все принесли вещи расположились да вай-фай нам подключили на следующий же день подключили вай-фай пришел мастер установил все счета газ электричество вай-фай будем оплачивать мы сами счетчики мы уже все списали посмотрели где расположение какие счетчики принадлежат этой квартире так что вот обустроились квартиру мы сняли на полгода контракт подписали залог должны нам вернуть но это будет видно там уже как по прошествии времени узнаем когда будем съезжать вернут не вернут вас поставлю в известность в квартире тепло солнышко у нас бывает уже после обеда где-то после двух часов попадает к нам сюда в окна в общем все нравится все устраивает ну и на этом у нас все если у вас есть какие-то вопросы пишите также пишите как вам понравилось или не понравилось квартира которую мы сняли как вы думаете соответствует ли цена восемь с половиной тысяч лир тем удобством которые есть в этой квартире ну а на сегодня у нас все всем пока